Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Смотри, у меня муж все время утверждает, что у нас многие результаты с заболеваниями, что это типа механизм веры, работающий у человека, и работает эффект плацебо. Что такое эффект пустышки, никто не понимает, да? Но уже назвали это типа официально. Это равносильно, что миром правит мозг, но кто управляет мозгом, хрен его знает, да? И кто тот хрен, который знает, тоже непонятно. Понимаешь, это все про ответственность, на самом деле, в нашем обществе. И мне, на самом деле, очень интересно слушать вот так людей, когда видишь вот эту тонкую часть, когда ответственность не берется, и ты как раз зеркальце подставляешь человеку подсветить, а у человека тогда взрыв такой, как это, я не верну тебе ответственность, как это, мозг, мозг правит миром. А что? Мозг – это не тело, это не клетки, это не физика. Почему вот у трупа он не правит, он себя правит? Это все очень интересно. Но ты знаешь, механизм веры на самом деле у нас в подсознании действительно большую роль имеет. И вообще ключевое слово доверие, да? Это очень важно. До веры. Это до веры нам. И я, когда думаю о доверии, я вспоминаю людей, которые к нам обратились за консультацией, которые поверили нам, или до веры еще своей обратились к нам. До веры. И благодаря им мы смогли проделать этот путь в психику. Благодаря. И это невероятно. Ведь люди действительно, они доверились. До веры обратились к нам, да? До веры. Доверились. Когда вот об этом ты говоришь, возникает такое чувство благодарности к ним. Хочется их просто искренне поблагодарить. Поблагодарить, обнять и сказать спасибо, ребята. Благодаря вам мы смогли углубиться в психику. Благодаря вам, вам, вот особенно первым ребятам. Инночка, Женьшень, первая бабушка, которая, я уже даже имя мальчика не помню. И потом, 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 мамы, 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 те, которые нам поверили. И действительно... У меня до мурашек. Искренняя благодарность. Потому что тогда же мы вообще не знали устройства психики. И мы шли шаг за шагом. Да, мы смогли тогда снять верхние пласты. Мы смогли сделать облегчение. Мы смогли включить где-то сознание. Мы тогда даже не понимали, как надо ориентировать родителей, чтобы они работали. И нам тогда было стыдно работать, даже говорить в работе. Неловкость была у самих, да? Чтобы сказать родителям, это твое зеркало кривое. Смотри, сколько мы шли, чтобы самим начать честно разговаривать с родителями. Мы-то это видели. Мы видели, и у нас было не ловкость. А про секс начать разговаривать с родителями. Да. Это вообще была закрытая тема. И мы учились. И благодарность тем родителям, кто с нами остается на связи. И реально вот я понимаю, что когда подходишь к точке, я знаю, что мы сделаем одну большую отработку, вот этот ключевой. Когда вот эти дети, все дети пойдут в здоровую жизнь. Потому что мы у них видели здоровую жизнь. И видели абсолютно у всех вопрос, через сколько лет. Разница была всего лишь в годах. И я понимаю, что, блин, и мы для себя этот путь прошли. И такая великая благодарность этим людям. Мы на них это все прошли. И заметь, опять-таки, наш проект, наверное, первый такого плана проект, который не делался на государственных деньгах, который не делался на дотациях, как это за написание научных работ, что выделяют гранты. У нас не было ничего, у нас нету спонсоров, у нас нету ничего. Мы полностью все делали сами. Был просто искренний интерес. Да. Мы валили на интересе, а все остальное давал Бог. Тот Бог, который у нас спал. Но когда ему было интересно, он говорил, проявляю. На интересе проявляется все. О, молодцы, проявляю. Ты знаешь, и даже были моменты, когда я чувствовала вот эти моменты, связанные с этой помощью подсознания. Теперь я понимаю, тогда вот на том этапе я еще верила, что есть кто-то другой. Сейчас уже у меня этой веры нету. Вообще нет уже. Уже есть погружение, уже есть знание. А тогда, когда еще до конца не было... Что есть кто-то. Есть кто-то, кто тебе помогает. И я это чувствовала постоянно. Я чувствовала защиту, я чувствовала помощь. И вот эти моменты такие были яркие. И даже когда были попытки наехать на меня, я видела защиту, вот такую, она тут же появлялась, разметала это все. И я понимаю, это все игры моего подсознания, но я понимаю сейчас. И тех людей, которые пытались наехать, я сейчас испытываю тоже чувство благодарности. Потому что смотри, что они подсветили. Все самые слабые места, куда надо обратить внимание. Мало того, они подсветили силу. И силу внутри. И благодаря этим людям у нас родились нормальные юридические основы. Благодаря этим людям у нас выстроилась нормальная законодательная основа. Благодаря этим людям у нас выстроилась нормальная раскрутка во всех соцсетях. И те соцсети, даже которые были пропущены, благодаря этим людям освоены. И я, когда вот это все смотрю, благодаря этим людям, даже вот этим религиозным, мы углубились в религиозный пласт подсознания, мы нашли, какую разрушительную силу он несет. И мы смогли сопоставить и увидеть вот эту вторую платформу магическую, как она работает. Более того, я тебе скажу, последнее мое озарение, которое было на тему религии, знаешь, на какую тему? Когда-то в Европе сжигали ведьм, Испания, и вдруг там говорили, что ересь, и так далее. И заметь, этот пласт у людей, очень у многих людей пострадавший. То есть тот период европейский, он очень жестко прописан, особенно когда человек из Европы заказывает консультацию, там это часто встречается. И вдруг до меня доходит большинство людей, у кого это есть, вот этот религиозный пласт, у них есть финансовые проблемы в современной жизни. И у меня как вспышка, как озарение. Когда надо было обвинить человека, и что потом происходило с наследством человека, которого сжигали, кого обвинили в ведьмарстве? Его имущество забиралось, его лишали все, его лишали жизни, его лишали имущества, его родных лишали имущества. А значит, кого должны были сжечь? Неужели ты думаешь, что сжигали вот этих вот дурашек, которые ходили в нищенских лохмотьях, и там кому-то пытались погадать или сказать какую-то чушь? Они были неинтересны. Они были неинтересны. А здесь конкретно финансовый слой в сознании. Сожги жену богатого человека. Когда мы путешествовали, блин, как эта часть называется? В Крыму. Там, где Екатерина селила, заказник там сейчас, блин, выскочило название из головы. Там, где был шапошный разбор, в женщинку, да, свозили, Екатерина выделила земли, мазанки, деньги там, для того, чтобы там люди жили и размножались, да. И на шапочный разбор привозили вот там мужиков, которые после войны остались неженатые, да. И им женщин со всей России, просто Екатерина отправляла лозами. И помещики кого отправляли? Своих жен неугодных. Садили на воз и отправляли туда. И потом шапочный разбор, эту жену, ну, уже она жила там, ни разводов не было, ничего. Так и женились. Кто какую шапку взял, вот с тем и живет. Казантип, в Казантипе. Так вот, понимаешь, кого бы сжигали в Европе? Конечно, жен богатых людей, неугодных, чтобы забрать имущество, потому что деньги в основе. И поэтому сейчас люди, вот имея эту проблему в подсознании, тогда, тогда еще треснули зеркала. В этой жизни у них есть и финансовые проблемы, и все. И у них в подсознании магия и религия, этот религиозный слой. Благодаря кому мы туда влезли? Благодаря той части, которая пыталась манипулировать инфодайвингом. И каждый раз я нахожу, благодарю, 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 благодарю этих людей, которые подсвечивали. Обрати внимание, залезь, исследуй. Ты же увидишь, как это в эту жизнь перенеслось. То есть там религия, а тут человек бизнес открыть не может. Благодаришь, благодарим, благодарим, да, и возвращаем, возвращаем. И возвращаем. Закрываем эти темы все. Пазлики, тых-тых-тых, зеркальце складывается. Потому что это все наше отражение. А наше отражение не может быть больным, кривым и так далее. Оно однозначно будет здоровым. Все во благо. Смотри, ведь все. Ведь это мы сами все. И все это во благо. Да. Невероятно. И так просто. Такое понимание. И это все до веры. До веры. А потом, когда уже вера. Это уже. А вера рождает взаимодействие. Взаимодействие рождает результат. Другую жизнь. Другое проявление. И сбор чистого зеркала. Вера рождает... Ну да, правильно сказалось. Зеркало другое. Зеркало чистое. Вера рождает силу. Силу. А что надо для того, чтобы зеркало почистить, помыть и собрать? Сила нужна. Сила нужна, чтобы взглянуть на себя в это зеркало. Искренность. Да. Сколько мамы подходит, смотрит в зеркало себе в глаза и врут. И кстати, если уже говорить про силу, давай уже добьем эту тему до конца. Подходит мама к зеркалу, смотрит себе в глаза. Да? Угу. В правый или в левый глаз она смотрит? Угу. Она не может смотреть вдва. Не может. Бинокулярное зрение, потому что один глаз относится к работе надсознания, другой глаз к работе подсознания. Бессознательный, это когда тупо расфокусировка, вот это про бессознательное. А здесь либо, либо надсознание, подсознание. А это о чем? Это либо миг сна, либо миг реальности. Одна и... Либо эта сторона мига включается, либо эта сторона мига. И таким образом, чтобы изменить реальность, человеку надо две точки восприятия. Две. И поэтому, когда у меня спрашивают, почему в инфодайвинге обязательно работа вдвоем? Сейчас, кстати, очень много присылают регрессологов, которые грузятся, и вот, я и сам могу найти информацию, сам могу расшарить, сам все. Для этого не надо два человека. Ну, глюки половить можно одному, можно посмотреть либо в правый глаз, либо в левый. А чтобы изменить миг, надо его растянуть. А чтобы его остановить время, растянуть миг, надо с двух углов. Два глаза, бинокулярное зрение. Только бинокулярное зрение влияет на момент здесь и сейчас. Оно формирует его, но оно из физического тела уже вторично. А в подсознании тебе берутся два сознания, которые как зеркала отражают синхронно друг друга. Инфодайвинг только два человека. Иначе это не инфодайвинг, иначе это фантазия. Не будет иначе, потому что ты смотришь либо в правый глаз, либо в левый глаз. Блин, это настолько просто, это настолько очевидно. И тогда, если ты хочешь просто влиять, влиять, тогда ты идешь, например, через левый глаз в надсознание, запускаешь вторую платформу, ставишь свечи, вешаешь шары, одеваешь блесточки, зажигаешь вонючку какую-нибудь, перекрываешь все каналы восприятия и пошел валить по рептилке. Хочешь куколку, сделай туда иголок на тык, еще какую-нибудь фигню, но это все уже колдовство и рептильная магия. То, что и религия. Тот же пласт. И этот пласт разрушительный, потому что он влияет неосознанно на подсознательную часть. Непонятно как, неуправляемо, хаотично переотражается. Где-то крошит зеркала. Эти зеркала причиняют боль. Эта боль переотражается в надсознании, крошит эту часть. И понеслось обрушение. И оно уже не только на эту жизнь, но и на следующее несется. Оно так работает. Я не знаю. Ой, блин, когда вот это осознаешь величие, да? Вот это тонкое величие, тонкое, и оно такое простое. И это величие. И это величие. И ты понимаешь, для того, чтобы сохранить целостный зеркал, есть только два варианта. синхронно два зеркала, миг с двух сторон, растянули, бинокулярное зрение. Так есть воля моя. Иначе не может быть. Тогда так есть. Но эти зеркала тоже должны быть... Чистыми. Чистыми. Только открытости искренней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok